Я, как и многие, узнал об этом событии уже из интернета, из тех многочисленных видео, которые были размещены. Собственно, что случилось? Некоторое количество жителей республики собрались около памятника Салавату Юлаеву, чтобы выразить свое беспокойство грядущей реконструкции этого памятника. И беспокоились они, собственно, о том, что памятник могут не вернуть на место. Народу было не так, чтобы много, по моим подсчетам, 20-30 человек. Они попробовали встать в какую-то охранительную цепь вокруг памятника, символизируя защиту народа. И один из активистов развернул маленький плакатик, на котором было написано дословно «Верните наш суверенитет». Собственно, мероприятие было приурочено не только к беспокойству о судьбе памятника, но и к Дню Республики, Дню Суверенитета Республики Башкортостан, который, собственно, и случился у нас 11 октября. И вот в момент, когда этот активист разворачивает плакат, причем полиция никаких особых претензий не предъявляла, никого не задерживала, не трогала, не требовала прекратить это мероприятие, вдруг в момент разворачивания этого плаката из, не сказать, что толпы, но, в общем, из скопления людей, появляется худенький юноша с рюкзачком, выхватывает этот плакат у человека, которого держал, и отбегает в сторону. Отбежав в сторону, юноша заталкивает плакат внутрь рюкзачка, люди обращаются к нему «Верни плакат, отдай обратно». Юноша технично достает из рюкзака заранее заготовленный газовый баллон и достаточно расчетливыми движениями направляет струю вот этого газа из баллона, как потом выяснилось, это был перцовый газ, в лица людей, обступивших его. На видео прекрасно видно, что никакого физического насилия вот эти вот собравшиеся в отношении вот этого мальчика с рюкзачком не производили. Чуть с некоторым запозданием мальчик хватается за ухо, подбегает к полицейским и рассказывает, что его там что-то как-то побили. Но в это время уже в рядах собравшихся шум, гам, люди кричат им больно, потому что газ начал действовать, кому-то в лицо попало, кому-то в глаза. Надо отметить, что полиция действовала на удивление вяло. То есть видя, что на самом деле происходит что-то нехорошее, ну какое-то активное движение, крики и прочее, полиция обычно реагирует значительно быстрее. На данный момент надо понимать, что полиции там было очень много. Несмотря на то, что вот этих вот протестующих было очень мало, полиции было очень много. В штатском и в форуме и так далее, и так далее. Не то, чтобы они задержали мальчишку этого, они его даже и как бы не стали трогать. И он долгое время вокруг них терся, рассказывая им, как он там пострадал, и как его избили. Правда, на кадрах опять же видно, что он держится то за одно ухо, то за другое. Ухо у него совершенно не покрасневшее, никаких других повреждений на кадрах я, по крайней мере, не увидел. Ну в общем, впоследствии, через какое-то время, вся эта компания перемещается в отделение полиции. В отделении полиции, как мне стало известно, на этого мальчика пишут заявление о том, что он распылил газ в лица людям. Люди отправились в травмпункт освидетельствовать свои повреждения, ожоги, слизистых и так далее. И пока вот сейчас непонятно, то ли предъявили мальчику обвинение, то ли отпустили его. Ну, насколько я знаю, он не был задержан на ночь там. Был ли там состав мелкого хулиганства, не было. Пострадали ли люди, есть ли у них телесные повреждения, я имею в виду ожоги, слизистых глаз или нет, неизвестно. Мальчик опубликовал на следующий день или буквально в этот вечер какую-то очень странную справку из травмопункта о том, что со слов пострадавшего пациента записано, что у него болит голова, и предположительно это может быть сотрясением мозга. Хотя, конечно, подобная справка с многочисленными знаками вопроса, которые расставил сам же врач, конечно, не может говорить о том, что этот юноша там где-то пострадал. Неизвестно, отправился ли он на кота, да и вообще, собственно, его, собственно, персона, вот этого мальчишки с рюкзачком и с газовым баллончиком, не так важна. Важнее другое. И уже в процессе обсуждения всего этого в первый же день выяснилось, что многие углядели в толпе весьма примечательные лица. Кое-кто из наблюдателей отмечает, что среди стоявших чуть в стороне был человек, удивительным образом похожий на Максима Шахиддинова, а Максим Шахиддинов у нас это начальник отдела политического планирования и проектирования, заместитель начальника управления внутренней политики администрации Радия Хабирова. То есть, что бы там делать вот этому чиновнику в толпе протестующих против демонтажа памятника Салавату Юлаеву, совершенно непонятно. Ну, если, конечно, это был он, повторюсь, человек был очень похож на него. Более того, этот человек, похожий на Максима Шахиддинова, делал какие-то странные жесты, очевидным образом управляя происходящим. И вот тут мы подходим к самому интересному. Если действительно Максим Шахиддинов управлял вот этим вот мальчишкой с газовым баллончиком, то тут мы просматриваем такую вещь, что все вот это вместе складывается в картинку того, что власти республики, политические власти республики активным образом противодействовали вот этому событию. Причем с применением вот этих вот уже, в общем-то, химических средств. И у меня сразу вопрос. Если все это действительно так, то вот это все, на что способно внутриполитическое ведомство Радия Хабирова, просто отправить какого-то, ну, как минимум неуравновешенного юношу, а как максимум, наверное, покажет экспертиза или психиатрическое обследование, отправить этого человека туда в толпу, не знаю, то ли он просто был заведен какими-то идеями, может быть, что-то ему там посулили, ну, неизвестно. И попытаться спровоцировать там беспорядки, которые нам потом покажут как безобразное поведение активистов. Вот эта внутренняя политика в версии Радия Хабирова, честно говоря, если это так, то мне просто стыдно за учителей самого Хабирова, за Вячеслава Суркова, за Владислава Володина, за Андрея Воробьева, всех этих людей, которые учили Хабирова, вот этой внутренней политики, и, получается, ничему не научили, да? В арсенале остались только вот эти вот, ну, абсолютно какие-то жигантские замашки с вариантом подослать какого-нибудь дурачка с баллончиком, что ли? Вот если это так, то это, конечно, очень печально, потому что если у нас внутренняя политика будет строиться вот на таких инструментариях, то это очень грустно. Есть, конечно, вариант, что это так, но это не дело рук Хабирова, тогда Хабирову надо крепко напряг позадуматься, что же делают его вот эти подручные, подопечные, его подчиненные, вот эти Бардановы и Кельсинбаевы, если Хабиров был не в курсе, а и если они это все дело соорудили, то, на мой взгляд, их надо прямо завтра увольнять, потому что, ну, запреты концертов, которые вовсе можно было не запрещать и даже нужно было не запрещать, вот эти вот перфомансы с газовыми баллончиками, что еще дальше мы увидим, я не представляю. В общем, Хабирову точно нужно сейчас сесть, проанализировать всю вот эту ситуацию, выяснить, чьих рук это дело, если, конечно, это не было прямым творчеством вот этого мальчиша-плохиша, и делать срочно выводы, потому что мы катимся к какому-то совершенно безобразному образу региона, в котором все будет решаться на кулаках при помощи каких-то вот этих вот засланных казачков, но надо же понимать, что с обратной стороны тоже будут кулаки, казачки, арматуры и еще что-то похлеще, то есть вот не хотелось бы этой эскалации. Я намеренно не обсуждаю личность вот этого парня с баллончиком, потому что, ну, во-первых, ни в коем случае нельзя популяризировать такие фигуры, выводить их там на передний план, придавать им какую-то значимость, но отмечу, что сразу же после этого события вышло видео, где мальчик рассказывает, ну, о своем трудном детстве, о каких-то детских травмах, долго путанно рассказывает, как папа что-то ему там руку хотел отрубить топором, ну, в общем, какой-то дикий бред, но в конце его, видимо, прорывает, и он рассказывает о своем отношении к Башкортостану, к жителям Башкортостана, к тюркским народам, к тюркским традициям о том, как он не хочет жить в этом всем. Вот эти обычаи и древние традиции, значит, башкирского, татарского народа, да, вот это все тюркские обычаи, ублюдские просто тюркские обычаи. Один вопрос, во-первых, может быть, надо специально обученным людям, возможно, даже в погонах заинтересоваться этим видео и проанализировать его, потому что там реально содержится, на мой взгляд, содержится, конечно, призыв к межнациональной розни, ну, либо докторам в белых халатах тоже посмотреть, потому что, вот честно сказать, подобный уровень экзальтации и неуравновешенности, он либо преступление, либо уже какое-то серьезное психическое нарушение, которое, боюсь, может привести к каким-нибудь вариантам, как в Перми, как в Казани, вот к этим вещам, да, человек явно находится на грани срыва, а нам оно надо? А может быть, нам профилактировать это все? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова